Пожалуй, главная проблема, о которой заявили педагоги, это недостаток финансирования. Об этом начали говорить представители дошкольного образования. Чтобы повысить зарплаты воспитателей, заведующие малокомплектных детсадов предложили ввести щадящий норматив. У нас в школах категория малокомплектных школ выделена в отдельную группу и применяется щадящий норматив. Мне кажется, было бы логичным, если бы тем же путем мы пошли, разрабатывая, но это нужно будет, конечно, новый норматив разработать, касаемый деятельности малокомплектных детских садов. Алексей Циденов отметил, что проблема с финансированием касается не только детских садов, но и малокомплектных школ. И сейчас говорить что-либо по этому поводу сложно, из-за строгой ограниченности ресурсов. Однако вопрос обязательно будет рассмотрен в правительстве. У нас такая же проблема и по малокомплектным школам, там тоже финансируют, хоть оно и с другими коэффициентами, все равно на одного ребенка, но в итоге все равно в абсолютных цифрах получается меньше. По детским садам услышал, кстати, в районах такие вопросы не задавали, тогда записывайте, да? Есть ряд проблем. Первая проблема – это, конечно, недостаток финансирования дошкольных учреждений. Вторая проблема – это большая уплотненность детьми. Третья проблема – это кадровая проблема, потому что мы испытываем определенный голод в кадровых вопросах. На сегодняшний день, поскольку мы работаем в сфере образования, нас интересуют вопросы вообще строительства новых школ, переход в односменный режим, строительство спортивных залов и, конечно же, материально-техническое оснащение школ Республики Бурятия. В формате вопрос-ответ исполняющий обязанности главы затронул темы, связанные с увеличением бюджетных мест в вузах, оснащением школ автобусами и отсутствием интернета в детских садах и отдаленных районах. Проблему интернета Алексей Цыденов пообещал решить до конца следующего года, когда оптоволокно протянут по всей республике. До конца 2018 года у нас должно в основные районы зайти. Там станет вопрос о том, что мы кабель-то заведем в поселок, нужна будет внутренняя разводка. Это мы говорим уже главным районам поселения о том, чтобы мы затянем туда, а они сделали разводку по поселкам. Также в ходе совещания было принято решение создать координационный совет, на котором будут рассматриваться вопросы дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Алексей Цыденов отметил, что формат и структура такого совета, а также состав его участников будет определяться, исходя из предложений педагогической общественности.